Во имя Отца и Сына и Святого Духа, возлюбленные о Христе, братья и сестры, сегодняшний день – это неделя перед Крещением Господним. В этот день чтется Евангелие от Марка. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Как написано у пророков. Вот я посылаю ангела моего пред лицем Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою, глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Иоанна, последнего из пророков, евангелист представляет началом Евангелия Сына Божия, потому что конец Ветхого и есть начало Нового Завета. Что касается святительства о предтече, то оно взято из двух пророков, из Малахии, так и его же память сегодня и совершается ради этого. Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною. И из Исаии, глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Богу нашему. Это слова Бога Отца к Сыну. Он именует предтечу ангелом за его ангельскую и почти бесплотную жизнь и за возвещение и указание грядущего Христа. Иоанна вытавлял путь Господень, приготовляя посредством крещения души иудеев к принятию Христа. «Пред лицем Твоим, значит, близок к Тебе ангел Твой». Этим означается родственная близость предтече ко Христу, так как и пред царями предшествуют преимущественно родственные особы. Глаз вопиющего в пустыне, то есть в пустыне орданской, а еще более в синагоге иудейской, которая была пуста в отношении к добру. Путь означает Новый Завет, астези ветхий, как неоднократно нарушаемый иудеями. К пути, то есть к Новому Завету, они должны были приготовиться, астези ветхого исправить, ибо хотя древле они не приняли их, но впоследствии совратились от стезей своих и заблудились. Явился Иоанн, крестя в пустыне, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна, иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоаннного крещения не имело отпущения грехов, а вводило для людей одно покаяние. Но как же Марк говорит здесь для прощения грехов? На это отвечаем, что Иоанн проповедовал крещение покаяния. А эта проповедь к чему вела? К отпущению грехов, то есть к окрещению Христову, которое заключало уже в себе отпущение грехов. Когда мы говорим, например, что какой-то кто-то пришел перед царем, повелевая приготовить пищу для царя, то разумеем, что исполняющие это повеление бывают облагодетельствованы царем. Так и здесь. Притеча проповедовал крещение покаяния для того, чтобы люди, покаявшись и приняв Христа, получили оставление грехов. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаные на чреслах своих и ел акриды и дикий мед. Мы уже говорили об этом в Евангелии от Матфея. Теперь же скажем только о том, что там опущено. Именно что Иоаннова одежда была знамением сетования, и пророк показывал таким образом, что кающемуся должно плакать, так как вретище обыкновенно служит знаком плача. Кожаный же пояс означал омертвелость иудейского народа. А что сия одежда означала плач, об этом говорит сам Господь. Мы пели вам печальные песни, плакахом вам, и вы не рыдали, называя плачем здесь жизнь предпечи, потому что Дария говорит, пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят, в нем бес. Равно пища Иоаннова, указывая здесь, конечно, на воздержание была вместе и образом духовной пищи тогдашних иудеев, которые не ели чистых птиц небесных, то есть не помышляли ни о чем высоком, а питались только словом в возвышенном, направленном горе, но опять упадающем долу, ибо саранча акриды. Есть такое насекомое, которое прыгает вверх, а потом опять падает на землю. Равным образом народ ел и мед, производимый пчелами, то есть пророками, но он оставался у него без ухода и не был умножаем углубления правильного разумения, хотя евреи думали, что они разумеют и постигают Писание. Они имели Писание, как бы некоторый мед, но не трудились над ними и не исследовали их. И проповедовал, говоря, идет за мною сильнейший меня, у которого я не достоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым. Я, говорит, не достоин, чтобы даже самим последним рабом его, который бы разрешил, развязал ремень, то есть узел на ремне обуви его. Понимают, впрочем, и так, что приходившие и крестившиеся от Иоанна разрешались посредством покаяния от уз грехов своих, а когда веровали во Христа. Таким образом, Иоанн у всех развязывал ремни, то есть разрешал узы греховные, а у Иисуса не мог разрешить такого ремня, потому что у него его не нашел ремня, то есть греха. Вот таковое толкование на сегодня нам дает блаженный Феофилакт Болгарский. Да будет с нами благословение всего блаженного Феофилакта в понимание и в постижение Слова Божия сегодняшнего дня. Аминь.